снова здравствуйте но до меня коснулся вопрос сказать авторского права каком плане значит он коснулся меня коснулся очень просто мне начали местами значит писать о том что я видите ли понадрал материалов из интернета скомпилировал их у себя теперь выдаю их за свое значит вопрос этот решается довольно таки просто достаточно всего лишь посмотреть у кого какие материалы появились раньше начинаем смотреть как мне значит сказали по переломам видите ли значит я вот надергал известного всего теперь значит и выдаю за свое тут понимаете ли рублю бабло на рекламе смотрим просто-напросто заходим и смотрим когда что у меня появилось значит так там же перелом без димексида невозможен правильно значит димексид выложен 9 января 14 года только в ю тубе он выложен начале января 14 года значит перец 8 января 14 аптечка клюква аптечка имбирь шестое восьмое аптечка чеснок 4 января эфирное масло лаванды 4 января вот каенский перец аптечка 4 января а снято это все было вообще в тринадцатом году вот что-то даже в ноябре еще там снималась а потом монтировалась мы учились как это все делать а до этого все это хозяйство выкладывалось соответственно еще в текстовом виде виде еще не было снято это все выкладывалось у меня на странице вконтакте когда он появился это выкладывалось в живом журнале сейчас очень многие статьи там переделаны поэтому они имеют новую датировку но полазить поискать посмотреть сохраненные копии никто не запрещает до этого у меня был блог пока была возможность ведения блогов на майле вот если кто еще помнит такую соц сеть там была возможность ведения блога и он мною велся достаточно давно вот долго пока это все хозяйство там не запретили не отменили после этого всех не загнали значит в контакт до этого информация у меня выкладывалась на других форумах вот так вот если брать то достаточно активно в интернете мной информация выкладывается примерно с 2006 года так что таким вот образом ребят я понимаю значит молодежь зеленая тупенькая которая считает что до них вообще ничего не было пока они не родились и компьютеров то не было и телефонов то понимаете ли не было хотя сотовым телефоном в пакете потому что он выглядел как обычный стационарный аппарат на котором лежит трубка в аппарате значит то была антенна там аккумуляторы и вот и так далее трубка была с проводом к этому стационарник вот это все хозяйство в пакете вот с таким телефоном значит я не то чтобы разгуливал ездил на машине еще где-то в девяносто восьмом или девятом году да там стандарт был еще как сейчас помню nmt 450 вот если кто-то вообще такой сейчас еще помню понимаете ребятки вы тогда были проекте только в лучшем случае да вот ваши мамки еще только курить учились да искали ваших папок понимаете ли когда я многие вещи уже знал многими вещами достаточно активно пользовался значит что то делал со своим здоровьем где-то тратил где-то восстанавливал и так далее вот но это вообще как бы проблема нынешнего поколения которая совершенно оторвана от жизни вот у которого получается значит смотрите картина какая он сначала в детском садике среди своих ровесников да потом он в школе среди своих ровесников потом он значит в институте среди своих ровесников потом он пришел в какой-то офис и он снова среди своих ровесников вот в подавляющем большинстве пап у них нету поэтому взрослых мужиков они не видят они не видят людей которые старше их умнее их мудрее их значит которые больше знают банально они этого не видят и они не имеют опыт общения с такими они имеют общение опыт с игрушками с какими-то вот какими-то журнальчиками с какой-то фигней значит каким-то там фитнесом и потом когда они видят например меня значит 45-летнего на сегодняшний день значит мужика вот и не зная ничего не моего прошлого не того что значит прожил пережил чем я занимался в молодости не понимая того что я был точно такой же молодой как они вот и что-то я здесь сделал вот и не зная ничего этого они значит глядя например на то что я ну я выдаюсь за скажем так нормативы габаритов там веса этой всемирной организации здравоохранения которая не учитывает тип телосложения например вообще который не учитывает возраст вообще они смотрят на это игре ты ведешь нездоровый образ жизни ты видимо много куришь значит несмотря на то что три года назад это курить бросил из этого поправился и судя говорит по твоему лицу ты много пьешь эти идиоты малолетние как их еще назвать и не знают того что есть простая народная мудрость что есть три вида возраста значит в первом возрасте ты всю ночь пьешь куришь чем попало занимаешься не спишь а утром выглядишь так как будто ты всю ночь спал вот ничем вообще не занимался второй значит этап возраста это когда ты всю ночь пил курил гулял чем попало занимался и утром значит видно на твоем лице что ты всю ночь пил курил гулял чем попало занимался а если значит третий этап возраста который как раз таки наступает где-то после 40 43 45 года позже у кого-то значит раньше это зависит от многих факторов совершенно значит и там как раз таки ты всю ночь спал не пил не курил не гулял вообще ничем не занимался спал но утром у тебя такой вид и буду ты сюда спил курил гулял чем попало занимался вот это просто потому что у этих вот товарищей просто нет пап им просто не на что смотреть и не с чем сравнивать все банально они живут в абсолютно выдуманном мире какой-то вакууме вот и когда им начинаешь рассказывать о том как ты жил как-то ездил на машине например значит как ты занимался спортом они смотрят значит и они не понимают а что у тебя такой живот если ты спортом занимался игру ну так я и в школе худеньким то не был и потом я никогда худым не был и вообще есть три типа телосложения основных а там есть еще под типы и есть нормальный тип есть худощавый тип а есть значит считается как это есть атлетический а на атлетическом там еще варианты значит вот этот атлетический он с тонкой подкожный жировой прослойкой или с толстой подкожной жировой прослойка когда значит человек достаточно крепкого телосложения выглядит как толстяк но не дай боже ты ему подвернешься так как медведю задает к чертовой матери значит и спрашивать не будет да такие бегают значит зачастую хуже значит не так далеко как вот эти вот велосипеды значит но и велосипед не в состоянии обычно бороться вот с таким вот я занимался борьбой ребята достаточно долго и они не знают просто у них вот это вот мимо головы мимо ушей мимо всего вот это вот проходит что после того как ты значит перестал заниматься спортом до тебя начинает переть это абсолютно естественно физиологически например значит и они просто не понимают многих вещей в силу того что у них еще нет семьи у них нет детей у них совершенно другие приоритеты значит это они сейчас что-то там вау они там вау я на лыжах я на велосипеде а ты тут понимаете ли ты тут с таким животом и они не в курсе что я еще в девяносто девятом году блин на этом горном велике блин один из первых в городе блин начал ездить этот горный велосипед тогда стоил блин еще как как автомобиль блин понимаете как поддержанный отечественный автомобиль это все стоило ну наверно как сейчас вот хорошие велики если не стоят примерно также вот я ездил тогда круглый год и балдел от этого но это было 99 2000 2001 2002 по моему до 2003 года я все это хозяйство я катался машину забросил я ездил только на велосипеде и что у меня от этого живот уменьшился да нет конечно у меня только ноги выросли в толщине от этого все и мы ремонтировали еще эти велосипеды блин дома потому что этих мастерских не было ни хрена это все на коленке делалось трещотку блин мне товарищ сделал из ножовочного полотна блин а потому что не из чего было вот лыжами в свое время занимался до занимался так что какой-то там юношеский разряд у меня был по этим самым лыжам но это было давно когда-то и курил я 27 лет до а потом бросил после этого мне поплохело сердцем и после этого я набрал вес и так далее и тому подобное и да это все из-за того что я бросил курить и многое из того что им сейчас в уши поется здесь это все чушь бред и ересь есть теоретические выкладки каких-то малолетних дебилов вот есть жизнь практика которая извините с вашей теорией зачастую никак не согласуется абсолютно вот как то так как то так самое хреновое в этом всем что вот этот поколение ему даже опыт отобрать не негде и через некоторое время это поколение как раз таки будет заниматься системами безопасности это поколение будет заниматься государственным управлением она будет становиться начальством не имея ни знаний не опыта не понимание не мозга нихрена яду давеча видел министра 30-летнего что горит вы нас так не любите я говорю уважаемый у нас и вот министр по строительству да я говорю у нас до того как были набережную начали переделывать она была нормальной по ней можно было ходить и ездить а сейчас не набережная сейчас там перепаханое поле местами заболоченное поле не пройти толком не проехать не дороги там нет а после дождя так тем более там чернозем вот этот вот навезли дождем его развозит дорожек не сделали вместо асфальтированной дороги там теперь болото потому что родники никто не стал делать и они начали заливать все вокруг себя водой вы были нам рассказываете какая замечательная набережная вами построена и он сразу у это было до меня это не я делал какая разница ты блин точно такой же ты сделаешь какую-нибудь хрень и будешь бить себя пяткой в грудь мы горит хотим здесь построить поставить вот спортплощадку я говорю вот здесь да для кого а для всех жителей я круто видел здесь жителей вот этих вот здесь говорю в основном одни пенсионеры живу для кого ты вот эти вот сооружения хочешь делать вообще гриф чего из железа тренажеры турники брусья я говорю деревянные нет железные деревянные говорит сломаются быстро сгниют металлические игру ты в армии служил он сразу набычился типа а чё я вот если бы служил ты бы знал что зимой на вот этом вот железе блин ты хрен чем позанимаешься пальцы отмерзают на раз потому что зима блин потому что железо стыло все а лето у нас здесь три от силы четыре месяца и сухих месяцев не так много тоже половина примерно и для кого ты вот это вот на два месяца собираешься делать делай лучше людям площадку для выгула собак чтобы собачки не срали где ни попадя а только в конкретном месте сделай для женщин с детьми чтобы им было где посидеть именно присесть посидеть среди зелени с детьми чтобы был какой-то навес от солнца и дождя всякую хрень придумывают блин потому что нет ни опыта жизненного непонимания есть какие-то хотелки есть фантазии но эти фантазии у него согласуются исключительно с ним все вот идет переделки нынешние в городах они идут с учетом исключительно молодежи для лиц возрастом примерно 18 ну 27 лет ну 29 с учетом того что нынешнее поколение дурное все это маленький промежуток это маленький кусочек среди всего общего количества населения а ведь есть еще маленькие дети а есть значит те кто старше уже с детьми а есть у нас старики для них что-то делается да нихрена там не делается совершенно старикам как раз таки надо место где посидеть и в дождь и под солнцем а такого нет и не делают делают для а для кого делают они для себя делают но они этим не пользуются почему потому что пока делают они вырастают это он сейчас хочет бегать и заниматься спортом я весь такой наверх я тоже был весь такой на велике пока у меня ребенок не родился ну хорошо и как это будет выглядеть у меня жена с грудным на руках а я весь такой красивый на велосипеде умчался светлую даль спортом заниматься а мы вместе с ней ездили но она же не может с маленьким с грудным с младенцем и прошло три года четыре года очень хорошо а куда я посажу ребенка у нас еще не было вот этих кресел которые сейчас продаются что ребенок на своем велосипедике в четыре года значит а мы на больших как это будет выглядеть при том что у меня уже второе родился как это все должно выглядеть с их точки зрения никак они это не понимают вот поэтому раньше раньше было каким образом учитывалось мнение значит вернее голосовать мог только тот человек у которого была своя земля у которого была своя семья у которого были дети вот только такие люди могли голосовать где-то за что-то а все остальные это так трын трава они не знают не понимают ничего я говорю уважаемый ты где гуляешь со своими детьми я гуляю очень хорошо вот с коляской с маленькими ты где гуляешь по центральным улицам города и по ним тоже я говорю а где предпочитаешь в парке среди зелени и тишины или блин фильтровать своими легкими в воздух на центральных улицах ну в парке я гуля на хрена ты здесь тогда деревья собираешься вырубать то они представляют опасность с ума сошел есть служба зеленхоз которая должна следить за состоянием деревьев чтобы они не падали чтобы сухие ветки вовремя отрезались они сваливались на голову жителям она же есть это служба почему она не работает или по мнению вот этих вот товарищей проще к чертовой матери все вырубить в городах все спилить нафиг чтоб была пустыня я говорю у меня такое впечатление что эти сволочи еще с сороковых годов блин партизан боятся у них генетический страх перед лесом зарослями и те кто в них сидит такая вот фигня получается да начал с одного закончил другим ну ладно да что вам хорошего сказать то в конечном итоге значит про все это хозяйство ай думайте как всегда своей головой да тогда вас никто не сможет обмануть даже я даже если захочу вот и будьте здоровы м м и и и и и и Продолжение следует...